Всем привет! Меня зовут Миша Мардинсон и я менеджер брачного агентства Мардинсон в Харькове. Сегодня у меня есть великолепная возможность поговорить с чудесным человеком, с Дианой. Это клиентка нашего агентства, которая познакомилась со своим мужем в агентстве. И Диана любезно согласилась рассказать немножко про свой опыт с агентством. И, кстати, мы сейчас находимся в городе Киев, где Диана подала документы для получения канадской визы. И мы это тоже сейчас вспомним. Диан, расскажи, пожалуйста, как тебе вообще пришла идея искать мужа за границей? Идея на самом деле долго не посещала меня, как бы долгое время. Ну, потому что у меня есть опыт нескольких моих подруг, которые вышли замуж тем или иным образом. Судьба свела с ограниченными мужьями в данном случае. То есть сначала познакомились, потом выходили замуж. И достаточно неплохие отношения. Они любят друг друга, не ценят, уважают друг друга. Это очень мало важно. И поэтому я, собственно говоря, увидела в метро рекламу, набрала и позвонила. Классно. Диан, расскажи, пожалуйста, про свое общение с Брайаном. Как ваше знакомство произошло на этапе переписки, на этапе личного общения? Каким оно было? И как он завоевал твое сердце? Ну, на самом деле мы недолго переписывались. Недели две где-то так. Потом он приехал. Ты нас познакомил. И, ну, не знаю, я в первый же день поняла, что человек очень-очень позитивный, очень классный. Ну, не знаю, мне бы не хотелось ни с кем даже и встречаться, кроме него. Да я думаю, он тоже так и так понял с первого свидания. Поэтому просто чувствовался. Диан, вот вопрос, который задают часто девушки, которые приходят в агентство, относительно причин, почему мужчины принимают решение искать свою вторую половинку в Украине, да? Из, ну, твоего личного опыта, да? Что стало таким... Ну, я понял, что ты сказала, что для тебя это был опыт подруг. Ну, в какой-то степени, да? Когда ты видишь, что у подруг нормально сложилось, то почему бы самой не попробовать? Это логично. Что было триггером для Брайана? Вот что его подтолкнуло к такому решению? Ну, я думаю, он искал определенную девушку, определенную... У него бабушка с Украины, украинка, и типаж, я не знаю, менталитет, ему близок больше вот такой женщин. Там женщины немного другие, и ближе ему был более наш типаж, наши украинские девушки. И более, не знаю, семейные, домашние, вот. Ему что-то хотелось такое. Может, корни тянули на бабушке, на родину? Конечно. Что может перебить бабушке? Если бабушка, он же достаточно долго, ну, как бы он вырос с ней, да? Да-да-да-да, практически она его воспитала, то есть, ну, с 16 лет он был, да и сейчас он общается с ней очень тесно. Мы ходили, когда он приезжал сюда, мы выбирали бабушке подарок, а в украинскую лавку я обзвонила всем своим подругам, где самые лучшие украинские этнические товары. Мы пошли, мы обходили их все, мы выбрали там самый лучший рушничок, там еще с вышиванночкой хотели посмотреть, ну, что-то там он там замешкался. Ну, в общем, мы накупили разных-разных всяких сувенирчиков, бабушка была там очень-очень рада. Ну, это супер. Я думаю, что ты, конечно, очень ждешь встречи с ней, я представляю себе, это будет просто потрясающе, я даже чувствую, насколько это будет классно. Диан, скажи, вот у нас много есть клиенток, которые уезжают в Америку, и много из моих видео посвящены визе К1, виза невесты в Соединенные Штаты Америки. Расскажи, уже ты из позиции знания, ты уже знаешь, как этот процесс работает для Канады, как это происходит. В Канаде, к сожалению, нет такой услуги, как виза невесты, в принципе, такой визы, то есть я еду по визе гостевой. Несмотря на то, что мы здесь расписаны были официально, в любом случае, там туда нужно ехать, регализировать наш брак, перевести документы. Это все официально, это все реально, вот, это неэффективный брак какой-то, то есть он котируется, в принципе, в Канаде. Только можно подтвердить, да? Перевести, да, на самом деле, на английский язык, все, то есть штамп поставить, что это перевод лекарств. Да, ну, Диан, я тебе желаю, и Брайану тоже желаю, чтобы ваша виза очень быстро, мы сегодня, ты сегодня подала эти документы в Киеве, в визовом центре Канады, и я тебе желаю, чтобы очень быстро было одобрение, и чтобы тебя самолет унес на крыле, место, где тебя будет ждать любимый муж, точнее, вместе с любимым мужем, и даже несмотря на то, что нас разделяет огромное расстояние, океан, они настолько близкие, они столько душевные, теплые, это невероятно. Диан, я за тебя очень рад, я тебя еще раз поздравляю, я, правда, вот всей душой рад за тебя и за Брайана, вы действительно очень светлые два человека, и вы заслуживаете этого счастья. Спасибо большое, что посмотрели это видео, и, как я всегда говорю, будьте капитаном своей собственной судьбы, если чувствуете, что есть такая необходимость, если нужно, если вы ищете свою вторую половинку и не видите ее в своем круге общения, в своем городе, в Харькове, то приходите, и мы попробуем вам тоже помочь.